по-любому правильные пацаны всегда в цене помнишь откуда конечно короче ну подожди динка да хотя спрошу а ты делал обложки для каста когда-то да я обалдел да слушайте в том что в какой-то момент это было в афише и я сел в афише и ко мне подкатил чувак который выпускал всех рэперов россии кроме той тусы где был в отвалов и ну лига и и вот эта вся публика то есть коммерческие коммерческие ребята коммерческие ребята сидели в своих как бы гнездах на пушкинская а этот чувак жил в лефортово был директором касты еще как бы писал тучу сего и рэп ру тоже мы сделали кому когда-то первые версии рэп ру это был 2003 год вот сайт это был сделан в фотошопе потому что никакого скетча и фильмы там небо и да это тогда не было довольно был бодрый делаю мой друг юра годос я занимался принтом а юрич занимался digital ну вот ну и в общем мы узнали так всю тусовку рэперскую в стране и делали кучу разные дребедения зачастую довольно веселый денег было практически нет практически ноль денег за это платили но на горбушке когда горбушка еще существовала как такая аудио клоака если подойти к киоску значит электроники ей ей занимался барковский если подойти к киоску рэпа то этим занимались мы с годосом еще ряд ребят наших ну вот как появился логотип каст это вообще конечно капец зашквар надо рассказать не знаю ты вырежешь или нет каста сорян ребята ну придется мне рассказать ну во первых я ничего в логотипах тогда не понимал и в знаках тоже просто я был журнальным дизайнером занимался журналами сделал все что было можно нормально сделать значит в какой-то момент стало ясно что у касты дебильный логотип ну таки он был дебильным точнее его не было вот аркаша говорит дим тут у касты будет будет как бы серия концертов там еще такой какой-то тур надо к этому моменту сделать им логотип и знак лучше бы он меня не просил значит я не понимал как сделать знак для касты конечно я слышал гостфей скилла тогда вот эту всю эту как бы и эту тусовку и других ребят более как бы интеллектуальных ну типа раса g да вот эти все flying lotus и все такое тогда они тогда только-только вот они начинали короче я их слушал ездил я на огромный бэхе черный страшный ужасный страшный люди поехал в египет поехал в египет и ходил там с фотоаппаратом по всяким дебрям и вдруг на одной из помойк то есть 99 процентов это помойка это был даже не дохаб это было что-то такое похуже дохаб это хорошо рыбы хотя бы значит вдруг на какой-то помойке я вижу какую-то странную коробку на этой коробке какой-то такой странный кусок знака думаю блин вот по интенции по ощущению это то что касте нужно я сфоткал это 2003 год приезжаю думаю блин хорошая вещь попалась мне мусор мне нравится мусор я из него что-то делаю стал я чё-то с ним ковыряться дорисовал его те части которые были отрезаны и говорю аркаш аркаш смотри какая штука довольно крутая чё думаешь да нормально покажу парням парни все покивали это был знак лого я как-то сделал лого конечно тоже дебильный тогда получился но это тогда у меня не было ни гордона не даже чекулаева нет чекулаев у меня уже был чекулаев был гордона не было софаевым мы так и ничего и не сделали а вовке тогда в помине не было конечно бы сделал феерическую вещь так что я тогда это делал сам так вот все это запустили расклеили афиши и понеслось потом вдруг я пошел в магазин и купил порошок стиральный порошок купил и тащу его домой засыпал поставил на пол и тут я понял что что-то такое то ли мерещится но перед глазами что-то знакомое и это знакомое это знак касты на порошке ариэль твою мать ну конечно не совсем но к счастью потому что я же не знал как этот полностью значок который был на коробке на помойке то выглядит я нарисовал как-то по-другому ну там буква к такая размашистая как такой прибор для измерения ну как измеритель такой типа штангенциркуля только я забыл такая штука называется такие клещи ими наверное можно измерить голову когда делаешь лоботомию и померить что-то более человечное короче говоря каста я это такая исповедь такая дебильная исповедь логотип ариэля смысле знак ариэля помог мне сделать ваш знак это конечно позор это позор но брендингом я занимался конечно все все такая история